Битва у маме это не шутка. Сегодня представители мира науки встречаются, чтобы доказать, кто из них лучше. Такие битвы от Гамбурга до Владивостока получили название Science Slam. Как именно проходят подобные бои ученых и к чему они приведут, узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить», меня зовут Ольга Продан. У нас сегодня в гостях организаторы Science Slam во Владивостоке. Это Кристина Александрова и Ксения Милинчук. И лаборант-исследователь национального парка «Земля леопарда» и победительница одной из битв Science Slam Евгения Сомова. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина, я первый вопрос адресую тебе. Расскажи, пожалуйста, все-таки подробнее о проекте, что такое битва ученых, откуда этот проект взял начало и что он собой представляет, какие у него правила. Молодые ученые на сцене рассказывают о своих исследованиях. И битва состоит не в том, что чье-то исследование важнее, а чье-то нет, а в том, кто из них расскажет понятнее и интереснее для широкой публики. То есть они борются, скажем так, как рассказчики истории скорее. Они, как правило, все из разных областей науки, для того, чтобы можно было за один вечер узнать и о физике, и об истории, и так далее. Зародился этот проект в Германии. Там одному человеку по имени Грегор пришла в свое время в голову такая идея. Он очень любил разговаривать с учеными в непосредственной такой обстановке, вроде бара, например. То есть когда за кружкой пива тебе рассказывают про чудеса ядерной физики, это ему показалось настолько здорово и увлекательно, что заслуживало внимание большой аудитории. И поэтому они придумали такой проект, чтобы, собственно, в баре ученые выступали вместо групп на широкую публику. И, собственно, и мотив был такой, что ученые — это новые рок-звезды. Там это все происходит в таких, ну, представляете себе, маленький немецкий барчик, вот эти вот там низенькие потолки, куча народу толпится возле сцены, они орут, хлопают, топают, потому что им смешно, им классно. И, соответственно, в конце мероприятия Шимомер замеряет, кому громче хлопали раль топали, тот и победитель. Вот, собственно, все просто. А потом они стали пытаться это проводить и в других городах, и в других странах. И в России, ну вот я, наверное, не ошибусь, если скажу, что формат вообще получил огромный размах. Ну, во-первых, потому что огромная Россия — маленькая Германия. Вот в России существует он сейчас где-то в среднем в 20 регионах. Ну, где-то проводился там чаще, где-то проводился реже. Что еще можно об этом рассказать? До Владивостока он добрался. До Владивостока дошел, получается, в прошлом году, весной, когда, в общем, я просто познакомилась с организаторами и спросила, что нужно делать, чтобы организовывать Science LAM. Вот. И с тех пор, с апреля мы его проводим во Владивостоке. Как вообще пришла идея его создания? Вы его начали делать вместе с Ксенией, правильно? Я привлекла Ксению к организации. Да, она меня втянула в это безобразие. Она однажды, мы вообще с Кристиной знакомы давно, и я тогда заканчивала учиться в магистратуре на втором курсе. Она мне написала, говорит, слушай, а есть возможность поучаствовать в ученых боях? Ничего я не объясняла, просто, говорит, ученые бои, пойдем. Первый мой вопрос был что-то, ну, вроде, там же надо, ну, вот, серьезно. Он говорит, нет, ну, не надо серьезно. Я говорю, я в деле, пойдем. Ну, и так вышло, что я как-то выиграла, перчатки получила. Ну, здорово. Да, я просто знала, кого звать. Знала, кто заболтает. В общем, да, и она меня втянула уже в организацию, потому что я все эти годы, что училась в университете, и потом в магистратуре тоже, я вертелась постоянно с филологами, лингвистами, а тут естественные науки, точные науки, там, еще что-то, ну, это просто невероятно. Они все такие крутые, все те слэмеры, которых мы приглашали на предыдущие, они просто невероятные все люди. Ну, вот уже за полтора года, да, прошло пять мероприятий, пять битв, правильно? Ну, смотря как считать, потому что грядущая у нас будет четвертый, это будет четвертый городской слэм, если в общем и целом считать промежуточный, потому что вот у нас было два университетских слэма. Как мы считаем? Два университетских, один мы провели недавно для русского метапа, он был на тему IT, и у нас были и ученые, и разработчики, потом было три городских, этот будет четвертый. Ну, и вот можно, наверное, посчитать тот маленький, который проводили на школе Сколково в прошлом апреле, где, собственно, мы с Ксенией в это все и ввязались. Ну, он такой, наверное, подготовительный. Да. Как отбираются темы? Кто решает, какие это будут темы, кто решает, какие ученые придут в гости? Ученые нам присылают заявки, они рассказывают о том, что именно они исследуют, то есть это не просто, я разбираюсь в физике, сейчас я вам все расскажу. Нет, это должно быть личное исследование, серьезное достаточно, у нас в основном сейчас магистранты и аспиранты, и мы стараемся сбалансированно отбирать ученых, чтобы не было 5 физиков или даже 2 физика, это уже как бы тяжело, они перевешивают на свою сторону, или 2 гуманитария, допустим, они тоже могут перевесить. Вот, мы стараемся более-менее равномерно как-то это все решать, и некоторым ученым предлагаем, ну вот, там, знаете, у нас уже есть биолог, давайте в следующий раз. Евгения, как ты попала на битву? С какой темой ты выступила и победила? Ну, получается, впервые на Science Lamp меня пригласила подружка как раз-таки прийти в бар, послушать, посмотреть за чашечкой, за кружечкой пива. Вот, и меня тогда очень вообще поразил формат таких выступлений, потому что ребята рассказывали про свои достаточно серьезные фундаментальные темы, но в таком очень доступном формате, легком. И завязывалась после выступления дискуссия, было очень интересно их слушать, и тогда я вдохновилась, но еще сама так не решалась выступать, потому что я думаю, ну, я, естественно, научник, я, наверное, не социолог, я не смогу так красиво, ярко рассказать. Вот, но подружку моя сдала, мои координаты по роли явки организатора, они на меня вышли и сказали, давай участвовать. Я могу сказать, что это был уникальный опыт, потому что за время подготовки к диссертации я поняла, что вот мой язык, он стал костенеть. То есть я чувствую, я думаю и разговариваю вот так, речевыми кричами. Да, по-научному, да, очень строго, каждое слово выверено, и очень сложно рассказать это легко и ярко, как-то представить. Но благодаря тому, что у нас было несколько подготовительных встреч с организаторами, я сама удивилась тому, как можно свою тему вот так вот повернуть и рассказать для большой аудитории. Хорошо, тогда в чем главная особенность? То есть чем должно твое выступление отличаться от других, чтобы оно стало лучшим? Оно должно, наверное, чем-то зацепить публику. Это должна быть не просто интересная информация, которую можно и так, ну, всем и самостоятельно, у всех есть интернет, я могу это прочитать. Она должна, некоторые прибегают к разным тактикам, о которых Кристина буквально вчера на нашей встрече со слеймерами рассказывала. Эти тактики все, безусловно, работают, но, естественно, каждая тактика для каждого отдельного слеймера, ничто не может сработать для всех. Кто-то прибегает к каким-то ошеломляющим фактам, что «А знали ли вы?» Да вы не знали этого ничего. Кто-то рассказывает какие-то истории, как их втянуло в науку, допустим. А Кристина, допустим, как раз-таки рассказывала, когда мы с ней участвовали в слэме, она как раз-таки рассказывала о том, что есть такая штука в человеческом теле, о которой вообще никто ничего не может понять. То есть она просто загадывала загадки, на которых не было разгадок. Это тоже работает всегда. Совсем не помню этого. Ну, мне кажется, основной секрет, не помню, потому что это, на самом деле, еще маленький шок кому-то что-то рассказывать. Про вот эту вот ерундовину, в которой сам пытаешься разобраться, это очень важно. Ученые не всегда очень хорошо понимают, что они исследуют, потому что они исследуют, для них это загадка. И тут рассказываешь другим людям и думаешь, как бы вот так сделать, чтобы они поняли. В этот момент немножко шок наступает. Самый, мне кажется, важный секрет — это себя раскрыть, понять, что у тебя классно получается. То есть интроверт, сдержанный человек, не должен пытаться превратиться в стендапера и начать всех развлекать уморительными шуточками. Или, например, не знаю, какой бы еще такой пример привести. Ну или наоборот, не стоит пытаться про свою работу что-то приврать, как-то поувеличить ее значение, если, ну вот, как я говорила про ученых, которые говорят, ну это сложно. Не надо пытаться, тогда так и скажи. Блин, ребята, это сложно. Честность подкупает и подкупает еще то, что ты умеешь делать. Типа, если умеешь петь, ну просто возьми и пой посреди выступления. И как бы тогда люди увидят тебя, какой ты настоящий, и что ты на самом деле про свою работу думаешь. И это вызывает отклик настоящий. А есть то, что точно нельзя делать? Ну какое-нибудь запрещенное одно правило? Ну так как это общественное культурное место, как мы там классифицируем бары и рестораны, мы не можем использовать нецензурную лексику со сцены, конечно же. Не может быть ничего, я думаю, пошлого. Хотя что-то, пошлость. Я говорю, нельзя тупо шутить. Плохие шутки запрещены. Мы про науку, это все-таки интеллигентные и культурные люди, поэтому мы не берем всякими вульгарными методами, типа шутки ниже пояса. Ну хотя, конечно, если у нас когда-нибудь выступит человек, который занимается гинекологией, мне кажется, тяжело нам придется. По острой грани мы будем идти. Но просто чувство вкуса, самое главное, не выходить за его рамки. Мне кажется, когда я выступала, я нашла то, что объединяло мою работу и людей, которые сидели в аудитории. То есть у меня была тема экотуризм, и я говорила, вы, наверное, поднимите руку те, кто любит путешествовать по нашему краю. А кто не любит? Да, а кто не любит? Большинство любит, потому что у нас такой уникальный край. И как раз таки я обращалась к аудитории, и она была вовлечена в мой доклад, поэтому, наверное, вот это и нашло отклик в том, что я победила. Ксения, я бы хотела спросить, как организовать вообще проект? У нас в городе подобный проект. Вам нужно было какое-то финансирование, какие-то ресурсы. С чего вы начинали? Есть большой секрет. Мы все делаем с нуля. Ну как с нуля. У нас есть ученые, потому что мы все-таки не очень большой город, и все друг друга знают. Мы пишем ученым, а посоветуй нам кого-нибудь. В итоге набирается команда. Дальше нужно решить вопрос с площадкой. Где это будет проводиться? Вопрос с площадкой вытекает в вопрос даты. Хорошо, когда это будет проводиться? Помимо этого нужны фотографы, кто-то, кто будет все это снимать на видео, кто-то, кто будет, допустим, переносить микрофоны. Так, стоп, а у кого есть микрофоны? Ну, то есть иногда это делается не то, чтобы за наши собственные деньги, но и совершенно не в прибыль, но и изначально без какой-то суммы. Вот грядущие все-таки отличаются у нас от предыдущих опытов. Ну, мы стараемся, да, формировать себе просто заранее какие-то бюджеты, но начинали мы абсолютно... Ну, с нуля, признаюсь. Ну, как сказать, на ощупь, я бы даже так сказала, потому что мы не очень, на самом деле, много знали, в принципе, о том, сколько нам всего предстоит сделать, и сколько еще можно сделать, и мы до сих пор что-то придумываем, и мы понимаем, так, теперь нам еще и этим надо заняться, надо этому научиться. И в конечном итоге это не только там про популяризацию науки и истории, но еще и про такой профессиональный рост получается, ну, для нас, по крайней мере. Потому что мы делаем вещь, ну, такой формат, которого в городе мало. Мы знаем, что есть что-то похожее, там, что проводилось что-то подобное, но это не проводится каждую неделю, это не проводится каждый месяц. И в любом случае, аудитория этого хочет, и хочет, чтобы, ну, и мы чувствуем такую ответственность, что надо каждый раз сделать еще лучше, чем было, потому что, ну, люди ждут, надо повышать. Кстати, еще по поводу формата. Нет ли таких вопросов к вам, как к организаторам, о том, что вы науку выставляете, скажем так, в не самом выгодном свете? То есть вы вдруг решили говорить о науке, да, почему-то в баре, еще тут все пьют, и с шутками, да. Нет, про это говорят. Были случаи, когда нам говорили очень большое спасибо, что позвали участвовать, но как-то это у вас несерьезно. Были, были случаи, мы с такими людьми ничего не сделаем, мы их не переделаем, мы как бы и не пытаемся этого сделать. Академический уровень науки всегда останется, он будет всегда, университеты, институты, защиты диссертаций на кафедрах, это не денется никуда. Это, ну, вот как бы это их ниша, все замечательно. Популяризация науки тоже уже никуда не уйдет. Простите, люди хотят узнать о науке что-то, но так, чтобы не пришлось для этого несколько лет в университете просидеть, потому что, ну, у меня нет времени на все области науки, а все такие интересные. Это не значит, что мы упрощаем науку, и тут как с детсадовцами, с этими, с игрушками на руках что-то тут рассказываем, как каким-то совсем очень глупым, наверное, людям. Нет, нет, мы рассказываем обычным, нормальным языком, понятным языком. Да, с терминами иногда нормально, ничего страшного в этом нет, мы люди все-таки образованные, как я уже сказала. Можно я еще тоже добавлю? У меня есть знакомые, которые из сферы бизнеса, и вот недавно они мне позвонили и говорят, у нас есть определенная сумма денег, и мы хотим ее вложить в проект, но чтобы это был проект связан с природой, и чтобы все было грамотно, чтобы деньги никуда не ушли, пусть это будет, допустим, на поддержку диких животных. И обратились ко мне, потому что знают о том, что я делаю научную работу, я выступала в Science, Lamy, и то есть уже есть какое-то представление, и часть этих людей, они тоже, в общем-то, были когда-то, вот так вот сидели в баре, и, собственно говоря, дали приличную сумму денег, и сейчас она пошла в Центр реабилитации диких животных. То есть я так понимаю, что популяризация науки, она помогает и развитию самой научной всей сферы. Женя, как ты думаешь, почему раньше наукой занимались люди, которые действительно были с ней связаны, а сейчас вдруг наука стала интересна даже самым отъявленным творческим представителям? Почему так происходит? Ну, сложно сказать, потому что я представитель как раз-таки больше такого научного сообщества, но мне кажется, что сейчас вообще есть в обществе такая потребность к знаниям, насколько я вижу, потому что набирают обороты проекты, ну, вот такие как Science, Lamy, «Умный Владивосток», они направлены на школьников, на аудиторию дошкольного возраста, на студентов, есть разные, много лекций проводится научно-популярных, то есть в обществе, видимо, созрела сейчас, вот эта потребность созрела к науке, потому что, может быть, в том числе то, что меняется этот образ ученого, потому что я помню, когда я училась в школе, мне представлялось, что наука — это скучно, наука — это ученые в таких больших вот очках, вот с такими вот линзами, который сидит где-то в лаборатории, и что он делает — непонятно, а когда его спрашиваешь, он говорит, и все равно непонятно, чем он занимается. Сейчас ученый современный — это человек, который занимается тем, что ему интересно, и при этом вносит какой-то вклад в развитие общества, в развитие технологий, в развитие экономики или еще чего-то. То есть я думаю, что сейчас немножко меняется вот это отношение. И еще теперь я смотрю, ученый может почувствовать себя настоящим боксером. Мы вот упустили момент, да, что это за перчатки. Да, это вот перчатки, получается, они достаются победителю в битве ученых, и вот эти перчатки, они переходящие. Вот мы сегодня выяснили с Ксенией, что изначально эти перчатки принадлежали ей, вот потом они так переходили от слэмера к слэмеру, и вот сейчас они у меня, дома висят на крючке, когда приходят мои друзья, коллеги, я вот им рассказываю. Ну, в общем-то, многие из них были на моем выступлении, некоторые сами теперь хотят поучаствовать. И вот, насколько мне известно, 25 ноября пройдет следующий сайн слэм, где я с радостью, может быть, немножко грустью, но все-таки вот передам следующему слэмеру. Но все-таки больше с радостью, потому что я считаю, что популяризация науки должна быть, и это здорово, что проект живет. Благодаря таким, как ты, Женя. А почему именно перчатки стали переходящим призом? Ну, это традиция. Слэм, битва. Они как бы бьются, это там... Слэм это вообще, по-моему, как пощечина, нет, с английского? Слэм, битва. Пощечина, какая-то, да, такая битва, слэмятся опять же на концертах, на рок-концертах, вот эти вот вещи. И был на некоторых мероприятиях первый такой как бы импровизированный ринг, и, ну, где могли, делали такие отсылочки, что у нас там сегодня в таком-то углу физик, а в таком углу у нас химик, и они сходились, и вот эта вся эстетика боя, она сохранялась, поэтому боксерские перчатки. Вот. И они у нас, получается, хозяина сменят в четвертый раз. А про эстетику боя, почему бы нам тоже не организовать подобный ринг? То есть как вообще происходит? Да, я видела, что ученые просто выходят, берут в руки микрофон, а сзади них какая-то презентация, да, где они что-то показывают, и они просто рассказывают, значит, выступают, уходят, и приходят следующие выступающие. Но есть только пять минут, чтобы вот доложить, рассказать, раскрыть. Я просто не могу согласиться с тем, что это похоже на битву. То есть элемент битвы только в том, что потом зрители выбирают, кто победил. Может быть, стоит их как раз-таки как-то ставить друг напротив друга, давать меньше времени, чтобы это прям было похоже на батл, нет? Вот это интересный вопрос. Дело в том, что до нас, до Владивостока, слэм дошел, я прям визуально представила, как он катится такой по всей стране. Как колобок. Дело в том, что до России слэм, когда дошел, он так немножко видоизменился. Он не очень похож на то, как делают в Германии. То есть в Германии это вообще очень интенсивное такое шоу, и там не столько пытаются что-то объяснить, чему-то научить, сколько действительно просто увлечь-развлечь. Там, вот там как раз шуточки про секс насекомых, вот такие вот вещи. одна за другой, и атмосфера очень действительно такая шумная. В России очень многое изменилось, потому что очень много университетских, всяких разных тематических, в детских центрах их проводят, взрослые детям рассказывают, дети детям рассказывают, и уже немножко ушли от того, что это битва, и битва это очень символическое осталось. И потому что аудитория в России, может быть там в других странах тоже как-то по-своему изменилась, они задают вопросы, им важнее вот, например, самим поговорить. В Германии, например, вопросы не задают. Первый, второй, третий, вот. А у нас, когда начинается беседа слэмера с аудиторией, уже вот этот эффект боя, он так или иначе, он неминуемо смазывается. Хотя все равно мы в будущем думаем, что если нам как-нибудь настолько сильно повезет с площадкой, что мы бы действительно максимально это стилизовали под какой-то бой. Ну и на афише у нас тоже всегда ученые, чего-то друг с другом они все-таки делают. Да, то они у нас там на указках сражались, то еще что-то, то пытались отмутузить друг друга учебником. Вот. То есть мы помним, с чего все началось, но на практике выходит так, что это больше история про общение, чем про противостояние. Наше время, к сожалению, подходит к концу, и стоит, я думаю, рассказать, что ждать зрителям от следующего Science Lama, когда он пройдет, и чем он будет отличаться от предыдущих. 25 ноября пройдет, за обновлениями, за всеми новостями можно следить в наших соцсетях, найти будет очень легко. Будет он отличаться тем, что он проходит, вот из интересного, он проходит при поддержке фонда Роснано, который проводит слэмы этой осенью по нескольким городам России, то есть была в сентябре Уфа, потом Екатеринбург, в ноябре мы, и в декабре будет большой нанослэм. И у нас на слэме тоже будут участники, которые занимаются нанотехнологиями, и впоследствии будет запущено голосование по всей стране, где можно будет их поддержать, и таким образом на нанослэм может поехать человек из Владивостока и рассказать о том, какие тут у нас классные разработки, ну и вообще показать Владивосток, нашу местную науку, вот там, в Москве. Плюс нам очень повезло в этот раз с форматом, то есть мы решили поближе к немецким корням вернуться и устроить вот прямо как завещано бар наука рок-н-ролл, то есть у нас будет там и музыка, и всякие конкурсы, там розыгрыши призов у зрителей и так далее, вот, но, в общем, я думаю, что надо прийти и увидеть все самим. Спасибо вам большое, что вы пришли, спасибо, что рассказали о Science Lame, я думаю, что ученым точно не стоит вешать свои перчатки на гвоздь, а нужно продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь, вот, спасибо вам большое. И напоминаю, это была программа «Время говорить», в студии работала Ольга Продан, увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова